Доброе утро! Представляет решение для жителей республики, чтобы они не выбрасывали свои старые электрооборудования в мусорку, потому что они содержат опасные вещества, а в том, чтобы их экологически сдавать на утилизацию. И вот отсюда и появилась данная идея, чтобы создать проект, который бы собирал все эти электроотходы и, соответственно, их утилизировал для охраны окружающей среды. Какие приборы наиболее опасны для окружающей среды? Самые опасные – это, я скажу, холодильники, кондиционеры, телевизоры, потому что они все содержат самое большое количество опасных веществ. Скажите, а какие еще электроприборы можно сдать на утилизацию? Ну, холодильники, телевизоры – понятно. Может быть, перечислить еще какие-то позиции, которые также можно сдать? Обычно мы, знаете, как говорим, мы говорим, что все, что можно засунуть в розетку, и оно уже не работает, то это уже все. Это электромусор, и он, соответственно, должен быть сдан на утилизацию. Также это батарейки, также это лампы люминесцентные и вообще вся категория светооборудования. Вот один из самых важных вопросов – это платно или это бесплатно? Так, чтобы сдать в утилизацию, это бесплатно. Это бесплатно, и я думаю, что оно продолжит также быть бесплатным. Помимо этого, ожидаем, что в Молдавии в скором времени может будет армонизировано национальное законодательство по европейским стандартам. И тогда появятся возможности, чтобы люди, которые сдают старую технику, получали бы скидку на покупку новой техники. А давайте рассмотрим такой случай. Вот, например, необходимо выбросить батарейки. Да. Староиспользованные. Что нужно делать, какие шаги предпринять для того, чтобы не просто выкинуть в мусорку, а все-таки утилизировать их? Ну, обычно, как бывает, люди, если у них одна батарейка, они не будут ходить очень далеко и сдавать. Обычно люди собирают их побольше. При первой возможности, когда они выходят в город, у нас, к примеру, есть эко-бокс, установленный прямо в центре города. Он в рекламных целях больше. Они могут туда выкинуть свои батарейки. Также у нас сейчас готовится проект сотрудничества с мэрией города. Он будет запущен в сентябре месяце, и он подразумевает, что в жилых домах будут установлены специальные контейнеры на подойках почтовых ящиков, куда люди смогут удобно для них бросить туда старые батарейки. Вот сейчас вопрос лично от меня. У меня уже на данный момент скопилось определенное количество батареек. Где находится этот эко-бокс? Этот эко-бокс находится у входа в Пушкинском парке. Прямо сзади троллейбусная остановка. Ага, все, теперь буду знать. Спасибо. А я вас поздравляю за то, что вы не бросаете в батарейки. Ожидаются ли ближайшие акции, и где они будут проходить? Куда могут подойти люди и сдать? Да, следующая акция у нас, к примеру, проходит сегодня. С часу до 18 в городе Таракле. То есть там сотрудничество с мэрией данного города, они заявили интерес, чтобы тоже воспитывать людей о том, чтобы электромоскор не выбрасывать и утилизировать. Потом у нас в эту субботу пройдет акция в Новый Ханенов. И мы готовимся уже после того, как пройдут все эти жаркие климаты. То есть во второй середине августа мы начнем опять проводить акции по городу Кишиневу. А если человек не может присоединиться к акции по каким-либо причинам, может ли он просто набрать какой-то номер телефона, чтобы к нему приехали и у него забрали? Да, есть такая возможность. Есть у нас горячая линия. То есть есть также сайт ericiclari.md, где можно отправить в онлайн режиме заявочку на то, чтобы у него забрали старую технику. Изначально, когда я услышал об этом проекте, я слышал, что он исключительно действует в рамках муниципия Кишиневу. Сейчас карта действия проекта примерно какая? Также в муниципе города Кишиневу, потому что здесь очень много работы нужно еще проделать. И мы начали выходить на контакт с большими городами по республике. То есть вроде они откликаются, есть желание, чтобы такие же подобного рода проекты проводились у них в городе. И сейчас все это работает, ведутся переговоры с местными властями для того, чтобы начать данную работу. Как я и ранее говорил, то есть второе клее, вот первое, которое откликнулось, потом новые онины и многие другие тоже. Ожидается в ближайшее время уже. Да. Скажите, а вы человек, который присоединится к акции ericiclari. Да. Какой вклад он внесет? Вы знаете, очень хороший вопрос. И я вам хочу рассказать такую маленькую историю, которую я тоже слышал по интернету, связанную у нас с Японией. Мне очень понравилось, там комментировал тоже житель какого-то японского города. Он сказал, у нас система работает так, мы покупаем в фиштовом отделении марочку. Если у нас дома старый телевизор, мы его выносим на улицу, клеим марочку. Проходит фирма, которая этим занимается, забирает телевизор. То есть они за то, чтобы сдать в утилизацию, за это платят. И они говорят, что это наша моральная ответственность, чтобы защищать нашу окружающую среду, потому что эти вещи, они же содержат токсичные вещества. И если мы не будем к ней нормально относиться, то потом это все скажется на нас. То есть в нашем молдавском случае как происходит? Я думаю, что это ответственность каждого. И при том, что это бесплатно. И при том, что бесплатно, да. Не нужно за это платить. Ну и наверное интересная тоже такая составляющая, а что потом с этим происходит, когда это электрооборудование попадает к вам? Когда оно попадает к нам, она готовится для того, чтобы была отвезена к нашим партнерам в Европе. То есть мы работаем с многочисленными фабриками, которые имеют необходимую технологию для того, чтобы утилизировать разные типы оборудования. Допустим, батарейки мы отвозим к одним партнерам, фракции от компьютеров, телевизоров и так далее, к другим партнерам. И пластик совсем к другим и так далее. То есть у всех них есть свои технологии. Они уже давно на рынке, хорошо себя зарекомендовали. И вот все это попадает к ним. После этого все это оборудование там измельчается, проходит весь этот технологический процесс. И из него получается вторсырье. Это вторсырье потом уходит к производителям, которые производят новые гаджеты. И то есть тем самым вот этот процесс, его еще называют циркулярная экономика, да, то есть он охраняет, не охраняет, а экономит все эти натуральные ресурсы, которые предоставляет нам Земля. Потому что для того, чтобы создать один мобильный телефон, нужно очень большое количество воды, нефти и так далее. Ну что ж, вам огромное спасибо за интересный проект. И действительно будем надеяться, что, скажем так, моральная ответственность в нашей стране будет каждым годом только расти. Информацию можно будет получить на сайте? Еречеклави.мда Что ж, заходите, уважаемые телезрители, на этот сайт и получайте подробную информацию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова